Техревизор приветствует вас! Я подготовил для вас топ-5 лучших смартфонов Xiaomi в своих сегментах. Модели расположены по возрастанию цены и способностей смартфонов. Любая из моделей является лучшим выбором из Xiaomi за свои деньги. Если вам интересен такой контент, поддержите его лайком и подпиской, а я продолжу выпускать подборки по смартфонам. А теперь начинаем! На последнем месте Redmi 9A. Redmi с приставкой A уже на конвейере не один год и символизирует ультрабюджетное устройство, которое зачастую призвано помогать старшему поколению, которому уже не нужны все современные навороты. Собран смартфон неплохо, корпус поцарапать довольно тяжело, а вот отпечатки пальцев и разводы ставятся легко и хорошо заметны на тёмном пластике. В роли дисплея 6,5-дюймовая IPS-матрица, достойная, как для бюджетного устройства. Разрешение 1600 на 720 точек. Качество олеофобки среднее. Максимальной яркости смартфона недостаточно, чтобы в облачную погоду чётко отображать информацию. Установлен восьмиядерный процессор MediaTek Helio G25 с графикой PowerVR GE8320. В памяти стандартный объём для ультрабюджетника. 2 ГБ оперативный, но зато LPDDR4X и 32 ГБ постоянной с поддержкой карт памяти microSD. Смартфон с ровной работой интерфейса, без рывков, фризов и залипаний. Из коробки на смартфоне предустановлена MIUI 12 и она хорошо оптимизирована, что спасает ситуацию. Игры в такой конфигурации доступны, но не требовательные. Основная камера используется на 13 Мп, а фронталка на 5 Мп с диафрагмой f-2.2. При хорошем освещении фото получаются нормальными на обе камеры. Фронталка даже оставила приятные впечатления, возможно дело в ИИ. А вот по автономности зачётный плюс. Аккумулятор на 5000 мАч, который вам может обеспечить до 3 суток работы на одной зарядке при стандартном сценарии использования смартфона. Заряжается до 100% за 3 часа. Помимо прочего, так как это ультрабюджетник, имейте в виду, что тут установлен microUSB 2.0 и ни сканер отпечатков пальцев, ни NFC, ни стандартного Xiaomi индикатора уведомлений тут нет. Зато поддерживается Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11n, GPS, LTE. Итог. Неплохой смартфон с большим дисплеем, хорошей сборкой и утилитарным корпусом. Прекрасная автономность, о которой могут только мечтать смартфоны с ценником за 1000 долларов. Средняя цена – 7000 рублей. Лучшая цена на Xiaomi 9A в описании. На четвёртом месте находится Redmi Note 9S. 9S уже может сильно больше предложить, чем одну хорошую автономность, как Redmi 9A. Этот смартфон начинает уверенно уходить от бюджетника, и сейчас мы разберёмся, почему. Размеры и эргономика почти не изменились. 9S стал лишь на миллиметр длиннее и на 16 грамм тяжелее, потому как на задней панели уже стекло. Друзья, обязательно пишите в комментариях, что вам ближе – стекло или пластик. Сканер теперь есть, и он в кнопке блокировки. Дисплей тут уже значительно качественнее. Он подрос до 6,6 дюймов и разрешение 1080 на 2400 пикселей. Производительность тоже существенно подросла и является определённым козырем, так как тут установлен очень производительный Snapdragon 720G с максимальной частотой 2300 МГц. Процессор делает 9S настоящим хитом. Оперативная память хоть и того же типа, что и в 9A, но её уже 4 ГБ, равно как и возросла постоянная память до 64 ГБ. По камере тут настоящий прорыв. Основной модуль теперь на 48 Мп. Добавили сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, макрообъектив на 5 Мп, модуль для размытия фона на 2 Мп. Качество снимков и видео в сравнении совсем не идёт. Тут уже совсем другой уровень. Смартфон делает достойные кадры, динамический диапазон цветопередача и всё остальное на хорошем уровне. Также есть ночной режим, который сильно спасает в условиях недостаточного освещения. Камера в 9S уже полностью оправдывает цену смартфона. Конечно, так как смартфон уже другого уровня, автономность тут слабее, чем у 9A. Объём батареи почти такой же – 5020 мАч, но есть быстрая зарядка на 18 Вт, которая за 50 минут заряжает смартфон на 50%. Благодаря такому объёму аккумулятора и энергоэффективному процессору смартфон живёт 2 дня активного использования. Объективных минусов с учётом цены обнаружено не было. Беспроводные коммуникации тоже значительно прокачали, теперь тут Wi-Fi 5, Bluetooth 5 версии, а провод теперь на USB Type-C. Итог такой. Отличная трубка, прекрасно сбалансирована, хороший дисплей, отлично возросшая производительность, камера шагнула фундаментально и при этом не сильно пострадала автономность. Это топ, друзья, смело доплачивайте. Средняя цена – 13 000 рублей. Лучшая цена на Xiaomi Note 9S в описании. На третьем месте я разместил Xiaomi Redmi Note 9 Pro. По внешке отличий практически нет, размеры можно сказать один в один. Вообще, изначально кажется, что обновление довольно минорное. Я сэкономлю ваше время и скажу, что дисплей абсолютно такой же, как и в Note 9S, только в Note 9 Pro выше контрастность, а в 9S шире цветовой охват и чуть быстрее время отклика сенсора. Также без изменений остался процессор и объём аккумулятора. Удивило то, что 9 Pro не только хорошо справляется с самыми требовательными играми на высоких настройках графики, показывая стабильно не меньше 30 фпс, а больше то, что 9 Pro вообще не знает, что такое троттлинг. Это очень много значит. Друзья, насколько для вас важны требовательные игры на смартфоне и как часто вам троттлинг мешает рубиться на телефоне? Обязательно напишите в комментариях. В чём же тут Pro и за что переплата? Хоть и тип памяти тот же, но объём оперативки возрос до 6 ГБ, а постоянка увеличилась до 128 ГБ. Появилась быстрая зарядка на 30 Вт, что ускорило полный цикл зарядки на целых 70 минут. И до половины теперь 9 Pro зарядится за 30 минут. Самое масштабное изменение, которое можно объяснить приставку Pro, таится в камере. Основной модуль теперь на 64 Мп. И это меняет в корне ситуацию с камерой. Немного в лучшую сторону изменилась апертура на селфи-камере, и теперь она F-2.48 вместо F-2.5 в Redmi 9S. По всем остальным модулям и режимам нет изменений. Качество снимков на основной модуль заметно улучшилось и оставляет хорошее впечатление. Теперь даже в сложных сценах камера хорошо себя показывает. Недостаточное освещение, тени, резкие перепады света – всё это камера отображает корректно. Из-за изменённой апертуры снимки на селфи-камеру у 9 Pro смотрится приятнее. Также у 9 Pro подвезли NFC. По всем остальным же беспроводным коммуникациям паритет. Итог, 9 Pro однозначно лучше, чем 9S, но разница не столь существенна, как между 9A и 9S. Если вам важна лучшая камера, более быстрая зарядка, больший объём памяти, способности и живучесть смартфона в тяжёлых игровых сценариях, наличие NFC, то однозначно ваш выбор 9 Pro. Средняя цена – 16 тысяч рублей. Лучшая цена на Xiaomi Note 9 Pro в описании. На втором месте расположился Poco F2 Pro. Poco F2 Pro – это самый настоящий флагман, и флагманское начало закладывает материалы корпуса, внешка, сборка и эргономика. Корпус выполнен из стекла и алюминиевой рамки с выезжающей селфи-камерой, но при этом стекло используется такое же, как и в предыдущих моделях Gorilla Glass 5. Правда, из-за стекла и рамки вес смартфона 219 грамм. Качество материалов и сборки корпуса отличное, присутствует влагозащита IP53. Дисплей на голову выше предыдущих. Хоть и такого же размера и разрешения, но уже AMOLED матрица. Частота обновления тоже 60 Гц, но присутствует повышенная частота отклика сенсорного дисплея до 180 Гц. И на практике это 9 миллисекунд, в то время как у Redmi 9 Pro – 35,2 миллисекунды. Также сканер отпечатка пальца теперь оптически располагается под дисплеем. Есть поддержка HDR10+, Always-On Display. Очень гибкая система настройки цветопередачи. Процессор хоть и не свежий, но всё же топовый – Snapdragon 865 в паре с графическим ускорителем Adreno 650. А с оперативкой всё не так однозначно. 6 ГБ всё того же типа, что и в предыдущих моделях. Зато в старшей версии уже 8 ГБ типа LPDDR5. Но справедливости ради стоит сказать, что и на 6 ГБ Poco превосходит по производительности Xiaomi Mi 10. Троттлинг есть, но нельзя сказать, что он является фатальной проблемой для смартфона, так как понижение рабочей частоты зафиксировано до 76% от максимума. Чтобы вы понимали мощность этого смартфона, скажу, что производительность его составляет 1228 ТФ, в то время как у 9 Pro – 386. Внутренней памяти у младшей версии тоже 128, а в старшей – 256 ГБ. И стандарта UFC 3.1 без возможности расширения карты памяти. А камера уже без таких изысков. Смартфон оснащён квадромодулем, частично позаимствованным у Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro. К новшествам следует отнести наличие оптического двукратного зума, двойная вспышка, возможность записи 8К видео в 24 фпс, в 4К теперь 60 кадров. Ширик теперь на 4 градуса шире. Появился телефотообъектив на 5 мегапикселей взамен макромодуля. Селфи-камера теперь 20 мегапикселей против 16 мегапикселей у 9 Pro. Проблем ни с динамическим диапазоном, ни с детализацией обнаружено не было. Баланс белого скачет только при переключении с 16 мегапиксельного режима на 64 мегапиксельный. Также не обошлось без изменений в беспроводных модулях. F2 Pro поддерживает уже Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. А аккумулятор заметно уменьшился, теперь это 4700 мАч. Из-за меньшего объёма батареи, такая же быстрая зарядка заряжает Poco на 10 минут быстрее. На практике день активного использования или 7 часов гейминга. В итоге флагман что надо. Влагозащита, металл, матрица уже, амолед, хоть и 60 Гц. Бешеная производительность, неплохая камера. Средняя цена 50 тысяч рублей. Лучшая цена на Poco F2 Pro в описании. Лидер топа Xiaomi Mi 10 Ultra. Ну что ж, вот мы и на вершине нашего рейтинга. Самый топовый Xiaomi тут. Давайте же разберёмся, в чём же он лучше, чем Poco. Во внешке всё привычно. Немного толще, немного тяжелее, чем Poco. Тыльная сторона покрыта стеклом Gorilla Glass 6, а спереди почему-то всё ещё пятое поколение стекла. В качестве дисплея тут установлена тоже амолед-матрица в таком же размере, но тут уже фантастическая частота обновления 120 Гц, что делает интерфейс невероятно плавным и быстрым одновременно. Дисплей стал значительно ярче. 800 нит против 500 у Poco. Здесь заявлены и 10-битная глубина цвета, а также поддержка технологий MEMC, DCI-P3 и HDR10+. Все вокруг твердят, что дисплей в Xiaomi Mi 10 Ultra – лучший на рынке по состоянию на конец лета 2020 года. Присутствуют неплохие стереодинамики. Процессор такой же – восьмиядерный Snapdragon 865. Памяти в старших версиях 12 либо 16 ГБ оперативки и 256 или 512 ГБ постоянки. Пока это первый смартфон, поддерживающий настройки графического ускорителя Adreno. Новая панель Mi GameTune позволяет обновлять драйвер, настраивать сглаживание, а не затропную фильтрацию и частоту кадров. Это очень круто с учётом того, что Mi 10 Ultra – не игровой аппарат. К минусам начинки можно отнести, наверное, систему охлаждения, так как в требовательных играх смартфон сильно греется. Итак, основная матрица камеры OmniVision OV48C. Это снова 48 Мп. Присутствует оптическая стабилизация. Телеобъектив на 12 Мп с заявленным 120-кратным гибридным зумом, 5х из которых такой же оптический, как и в Poco. И ультраширик на 20 Мп. Немного раздражает слишком вытянутая картинка из-за дикого угла обзора. Аж 128 градусов. Всё остальное без изменений. Фотографии днём получаются просто космические. Отменная макро, которая иногда лучше, чем у конкурентов. В условиях недостаточной освещенности немного гуляет баланс белого, но в целом всё хорошо. Батарея ещё немного деградировала, и теперь она 4000,5 мАч, но зато быстрая зарядка Quick Charge 5.0 действительно быстрая. Целых 120 Вт. Блочок в комплекте. Поддерживается беспроводная зарядка до 50 Вт. И реверсивная зарядка 10 Вт. Зарядить смартфон можно за 5 минут на 41%. 100% за 23 минуты. По беспроводной зарядке можно зарядить до 100% за 40 минут. Также смартфон поддерживает сети 5G. Итог. К Xiaomi сюда попытались затолкать всё, что только возможно. 16 ГБ оперативки. Выжали максимум из железа, но подкачала система охлаждения. Установили отличный экран и сделали невероятную скорость зарядки. Средняя цена от 100 000 рублей. Лучшая цена на Mi 10 Ultra в описании. На этом ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi 2020 года подошёл к концу. С вами был Техревизор. Если вам помог мой рейтинг, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем добра!